Всем привет! С вами FreeStudio21.com И мы продолжаем разбирать 27-ю страницу. Никак мы её не покинем. Итак, нас интересует... Сейчас, секундочку. Нас невероятно интересует упражнение 5-е. Возможно, кому-то из вас его и не зададут. Но кто знает, кто знает. Итак, упражнение 5-е. Подумайте о жизни какого-нибудь вашего родственника. А затем сделайте записи по следующему плану. Итак, значит, вы, в свою очередь, думаете, какой у вас родственник есть такой, о котором можно написать. И вам придётся сочинять фактически его историю жизни. Ну что ж, будем сочинять историю жизни. Посмотрим, что у нас получится. Итак, я сочиняю о своём родственнике. Вы можете сочинять о своём. Неважно, о ком. Можете придумать кого-нибудь, что там будет проверять ваше генеалогическое древо. Можете кого-то себе придумать. Какого-нибудь дедушку, какую-нибудь тётю. И так далее, и так далее. Я пишу о моём прадедушке. Итак, my... Или нет? Прадедушка будет. Нет. Давайте лучше я напишу о своём дедушке. My granddad. My granddad. Grandfather. Лучше напишу. Grandfather. Итак, my grandfather. Ну что ж, начнём. Итак, первый пункт. Infancy and childhood. Где родился? Где проживал? Учился ли в школе? Не учился? И так далее. Итак, my grandfather was born... Я буду подчёркивать все те слова, которые вы должны будете обязательно употребить. Was born in... Так, in, in, in... Где родился мой дедушка? In Vilnius. Вильниус. Я не уверена, что я правильно написала. Ладно, это неважно. In... Nineteen... 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 Итак, здесь у нас есть одно козырное выражение, которое обязательно надо употребить. Родился. Обратите внимание, что сначала вы ставите место. Сначала вы ставите место, где родился, а потом уже когда. То есть, обязательно сначала место, потом уже время. Время у вас будет всегда в самую последнюю очередь. Далее. Едем дальше. Едем дальше. Дальше у меня будет такая фраза. His parents were poor people, poor people, and they moved to the country, to the country, to the country, to the country, in nineteen twenty-five. Итак, это не обязательно писать, но тем не менее. Здесь, кстати, я употребила слово moved to, moved. Здесь можно было бы написать they moved home. Это выражение, которое мы встречали в тексте про дедушку Генри, там же на этой, по-моему, это упражнение третье. Moved home to the country. Можно так говорить, можно так говорить, как вам больше нравится. И опять же, даты у вас ставятся в самом конце. И еще, еще, вы можете их ставить в самом начале. Можно было так сказать. In nineteen twenty-five. His parents were moved home because they were poor. Вот так вот можно было сказать. Слово people можно не писать. Это дело такое. Далее. Далее, далее. Далее, продолжаем. He went to school when he was eight. Вот мы накрыли в школу, значит. But during the war, during the war, he stayed at home. Но во время войны он находился дома. В школу не ходил. Вам не обязательно это говорить. Это дело абсолютно добровольное. Вы можете такого не говорить. Ну, я же не знаю, о ком вы пишете. Я пишу о дедушке. Короче говоря, вот это выражение. He went to school. Вот это должно быть у вас обязательно. Далее. Далее, далее, далее такое. He left school. И дальше у вас два варианта может быть. В возрасте стольких лет там. Я напишу четырнадцать. А вы можете ещё так написать. When he was... И тоже там поставить число, сколько было лет. Или так, или так. And joined the army. И пошёл в армию. Далее, продолжение. Значит, вот ваше выражение опорное. He left school. И дальше у вас два варианта. Хотите так говорите, хотите так говорите, как хотите. Далее. Можно поставить даже past continuous, если хотите, если не хотите. He became a sergeant. Допустим, он стал сержантом. In. Дальше можно... Не мешает поставить дату. In nineteen fifty-two. Я пишу первую попавшуюся дату. Я сейчас не вникаю в подробности. Так что не смейтесь, если там чего-то где-то не совпадает. Сейчас это не важно. Дальше. When he was... Или можно даже не так написать, можно вот так написать. Будет гораздо интереснее. Кстати, казус. Я написала в четырнадцать лет. Надо написать восемнадцать. А то в четырнадцать лет пошёл в армию. Что это? Сын полка, наверное. Итак, дальше продолжаем. Когда ему было за двадцать, он поступил в институт. Помните, это выражение у вас было, когда было аудирование? In his thirties было в тексте про дедушку Генри. Похожее выражение, поэтому это выражение тоже советую где-нибудь воткнуть. Это будет очень даже красиво. Далее. He became an engineer. Дальше. Что там дальше? Дальше можно написать так. Он жил в Москве. Он жил в Москве. И там он встретил мою бабушку. Вот такое. Он жил в Москве и там встретил мою бабушку. Тоже опорное выражение. Здесь. Made my grandmother. He became. Тоже опорное выражение. Тоже можно употребить. Далее. Далее у нас... Что тут ещё интересного? Надо указать, когда они поженились. They married... They married in 1959. 59. And my mother, my mom, was born a year later. A year later. Later. Я не обращаю сейчас внимания на даты, это не важно. Если там чего-то где-то не стыкуется, не удивляйтесь. Я ставлю даты абсолютно от фонаря, как говорится. Мне важно выражение. They married. Или дальше, даже лучше было бы написать they got married. Так лучше намного. They got married. And my mom was born. Опять. My mom was born. Вот это тоже опорная фраза. Потом дальше. Дальше change of jobs, middle age. Окей, можно написать. When he was 42, he changed jobs. And the family moved. И семья переехала to Lviv. Во Львов. Далее, следующее. Вот вам одна опорная фраза. Вот вам вторая опорная фраза. Тоже можно такое делать. Далее. He. Или можно так даже написать. Там была интереснейшая фраза. Я уже не помню, где. At last. He started working. Вот еще одна опорная фраза. Working. At. A. Ну, напишем. Bus plant. На автобусном заводе. Plant. Или лучше было бы bus factory написать, потому что plant. У них это немножечко не принято говорить. At a bus. Ну, напишем plant. Ладно, пусть будет. Или factory. Можно так сказать. На автобусном заводе, фабрике. And. Retired. When. He was. Sixty-two. Вот вам, пожалуйста, слово retired. Started working. At last можно поставить. Тоже хорошее выражение. Здесь можно скопировать то, что было в тексте про дедушку Генри в третьем упражнении, и написать sadly. Sadly. He passed away. К сожалению, ну, он скончался. До того, как я родилась. До того, как я родилась. He was buried. Он был похоронен. И дальше там, ну, не знаю. In Lviv. Похоронен во Львове. Не будем распространяться. Вот вам примерный образец, как это делается. Passed away. Was buried. Все такое. Вам не обязательно тянуть до самой смерти. Возможно, ваш родственник еще жив. И тогда вам не надо писать о том, что он скончался. Вот. Вы можете написать, что он все еще там работает, или все еще там еще что-то. Короче говоря, это уже абцулю, как говорится. Запомните единственное. Следуйте плану. Значит, вот сейчас мы можем взять и пообводить, что у нас где. Значит, Infancy Childhood. Первый пункт. Это у нас, вот если подняться на самый верх, это у нас отсюда и где-то досюда. Вот так вот. Вот это все. Первый пункт. Это первый пункт. Далее. Adolescence. Это у нас все от окончания школы, допустим, возьмем. Adolescence. Возьму другой цвет. Или не буду брать. Adolescence. Это вот отсюда и где-то до досюда, до института. Вот это все можно сказать, что это его adolescence. Это пункт второй. Далее. Adulthood. Это вот отсюда, начиная. Вот это. Вот это. Вот это. Вот. Дальше там. Marriage. Family. Моя мама родилась. Все такое. Это все. Здесь. Здесь. Далее. Что там у нас? Middle age. Middle age начинается здесь. И пошло сюда. 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 Adibus plant. И так далее и тому подобное. Аж досюда. Ну и здесь оно плавно переходит в пункт пятый. Я его не разрываю. И так далее. И до самого конца дальше вниз. Вот примерно такого рода сочинение у вас будет. Можете не писать такое большое. Не обязательно сочинять там на целый лист. Но можете что-то такое подобное сочинить. Ибо скорее всего у вас в разделе сочинения будет нечто подобное. У вас уже будет готовая заготовка. Спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на мой канал. Спасибо за внимание. Продолжение следует...